Песков заявил, что ответом на атаку по Крымскому мосту будет достижение целей СВО. То есть мы предполагаем нашей редакции, что никаких не будет последствий реакции. Сейчас нет, не могу сказать, если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение целей СВО. Проблеял путинский громкоговоритель в ответ на вопрос о том, каким будет ответ Российской Федерации на атаку на Крымский мост. Он также отметил, что позиция России по зерновой сделке была заявлена еще до атаки на Крымский мост. Данный теракт на нее не повлияет, ответил он. Но Илья, как сегодня стало известно, будет некое заседание. Сегодня вечером при участии военного преступника Путина даже обещают транслировать. Давайте мы начнем с хорошего, а потом, если захотите, перейдем к плохому. Значит, у нас есть путь с Пригожиным, тут сейчас, значит, еще остальные негодуют военные на фронтах. Ну и тут еще рухнул мост. Как вам вот такая черная череда событий в истории и России, и военного преступника Путина? Я надеюсь, вы, как и я, предполагаете, что он в глубокой депрессии? Ну, давайте, во-первых, представим, что сегодня будет на совещании. Как все эти прокремлевские журналисты будут рассказывать, что Путин в ярости кинул ручку, посучил ножками и потребовал разобраться вот в этой ситуации, наказать виновных. О виновных мы знаем в этой ситуации. Во-первых, виновный сам Владимир Владимирович Путин, развязавший всю эту войну. Виновный, например, его ближайший друг Ротенберг, который строил тот самый мост, на котором было разворовано огромное количество денег. Это самый дорогой мост в истории Европы вообще-то. И что с этим мостом происходит? Он не выдерживает ничего же. В который раз там происходят, ну, назовем их так, инциденты. И этот мост просто то складывается, как карточный домик, то у него там пролеты обрушиваются. И что касается безопасности, мы тоже видим по всем вот этим вот событиям, что с безопасностью в России. Ничего. Вот как все было разворовано, ну, в оборонке, в культуре, не знаю, там, в политике. Вот точно так же все разворовано и в области безопасности России. Вообще дроны летают как угодно. Диверсанты проходят через границу буквально, как будто этой границы не существует. А что власти? А власти говорят, разберемся, вот возбудим очередное уголовное дело. Кстати, интересно, кого-нибудь привлекут по этому уголовному делу? Ну да, там назовут обвиняемым снова Залужного там, или Зеленского уже потребуют задержать и арестовать. А вот эти люди, которые проворонили все это, да и сам Владимир Путин, который развязал эту войну. А вообще-то в Российском уголовном кодексе даже есть такая статья «Развязывание агрессивной войны». Вот все, что сделал Владимир Путин, полностью соответствует тому, что написано в этой статье. Поэтому черная полоса для него началась, мы знаем прекрасно эту дату, это дата 24 февраля 2022 года. По-другому и быть не могло, не могло быть никакой белой полосы для Владимира Путина, потому что он почему-то считал, что сможет завоевать Украину, что украинцы будут встречать его цветами. Владимир Путин, как всегда, ошибся, поэтому черная полоса у него идет и будет продолжаться до тех пор, либо пока его не арестуют, либо пока у него, не знаю, сердцем что-то не случится, либо пока его же собственные друзья или помощники его не сожруют. Точно так же, как это было с Евгением Пригожиным, который почти, я напомню, добрался до Москвы. И если нет там какие-то договоренности, то вполне могло бы случиться и так, что вместо Владимира Путина там сидел бы совершенно другой человек на самом деле сейчас. Знаете, Ля, сейчас у нас прекрасные, значит, в наших соцсетях, конечно, забирают из российских пабликов, две девушки записали и выложили видео, значит, как они негодуют, говорят, что ж вы так рано бомбанули по Крымскому мосту, конечно, меня больше всего в этой истории утешает, что там одна из них гадалка, видимо, не очень, потому что как можно было не предвидеть, что тебе либо раньше надо выйти, либо его сегодня бахнут. Тем не менее, мне нравится, что в отличие от того, что было в прошлом году, сейчас информационная волна с тем, что что-то с мостом, все-таки месяц, да, потому что там был октябрь, сейчас курортный сезон, 10-километровая пробка на данный момент, то есть люди хотели и заехать, и выехать, плюс вот девушки, которые, спасибо им большое, сейчас тоже наделали шума, то есть все будут видеть этот ролик и знать, что в Крыму что-то бавахнуло, ну, там, они по-своему это все интерпретируют. Информационная волна, она может нам чем-то помочь? Ну, в конце концов, мы были, в принципе, шокированы, что россияне абсолютно все оставили и решили, война войной, а курортный сезон по расписанию, ничего страшного, что там что-то взрывается, у меня же как бы две недели, я уже себе санаторий оплатил, как это может повлиять? Может быть, кто-нибудь, хотя бы на 5-10 человек больше, будут понимать, что это война? Ну, Ален, с языка сняли, на самом деле, потому что я сейчас состою вот в этом самом чате Крымского моста и там просто некоторые сообщения, это на самом деле песня какая-то, вот, прям читаю. Мы не поедем в Крым, только если реально фронт подойдет, а это нереально. Следующее сообщение. Мы здесь уезжаем через неделю, надеемся, что мост отремонтируют хотя бы на реверс к тому моменту. Следующее. Мы в Крыму отъезд на своей машине через неделю. Надеюсь, все наладится, а сейчас бухну, пожалуй. Какие вопросы могут быть вот к этим людям? Правда, это какой-то мир розовых пони, ну, ей-богу, потому что, знаете, вот есть мир нормального человека в России, да, который понимает, что идет война и вообще соваться на военную территорию, а Крымский мост — это легитимная военная территория, по которой могут в любой момент ударить. И вообще-то люди должны это знать и понимать. К тому же, ну, слушайте, в Крыму довольно дорого. Если, например, полететь в Турцию, это обойдется не намного дороже, а может быть даже дешевле. Поэтому, что касается экономии, тут тоже такой вариант не прокатывает. Объяснять, что в Крыму просто дешевле отдохнуть, а у нас нет денег, поэтому мы поперлись туда. Ну, это такое себе, прямо скажем. Вот. Но вот этих вот людей объединяет одно. Они живут в том мире, где нет войны, где есть вот та самая специальная военная операция, как говорят люди. В России, как и российские чиновники, Песков, Путин и прочие. Они живут в мире, где нет бучи, где убивали людей мирных. Они живут в том самом мире, где Мариуполь не стерли с лица земли, не убили там десятки тысяч человек. Они живут в мире, где, ну, либо я вне политики, либо меня это не касается, либо, да, я всего лишь поехал отдохнуть. С другой стороны, да, вот в том самом же чате, я не знаю, боты это или не боты, но на самом деле есть люди, которые посмотрели на вот это все, сказали, ну его нафиг, не поедем мы туда. Кто-то только что сообщение там прислал, я достал свой загранпаспорт, пожалуй, полечу в Турцию. Слушайте, лучше уж в Турцию полететь, чем реально оказаться на фронтовой территории. Ну, вы должны еще раз понимать, что Крым, во-первых, аннексирован незаконно, это первое, а второе, Крымский мост, это легитимный военный объект, по которому поступает оружие для российской армии, которое убивает мирных людей в Украине. Собственно, логика очень простая. Если вы оказываетесь на Крымском мосту, то это, ну, простите, ваши проблемы, если там что-то случается. Вы должны прекрасно понимать, что это фронт. А если вы на Крымском мосту, слушайте, с таким же успехом вы можете поехать в Бахмут, не хотите в Мелитополь, например, поехать, или в Мариуполь. Ну, это та же самая военная территория, поэтому людям нужно это прекрасно понимать. И видно по этим чатам, что до некоторых все-таки, все-таки вот эта ситуация доходит благодаря подобным сообщениям, потому что, ну, вот их замолчать нельзя, знаете, написать. Реа Новости пропагандистская не может написать, даже уже в этой ситуации, что на Крымском мосту хлопок случился. Нет, это не хлопок, это уже явный взрыв, и скрыть это совершенно невозможно. Крымском мосту. Продолжение следует... Продолжение следует...